Здорово! На связи Шамшурин. Значит, смотрите, ребята, есть очень хорошая новость для вас. 24 числа у нас будет с вами бесплатный вебинар на тему вопрос-ответ, но сейчас я про него расскажу. В преддверии этого хотел бы вот... Должна быть какая-то тема этого видео. Тема есть. Тема следующая. Тема так называемой Д'Артаньяны, как мы их называем. Парни, любящие играть в Д'Артаньянов при знакомстве. То есть люди, которые мешают тебе знакомиться. Значит, объясняю ситуацию. Некто Тиаго Монтеера, это один из наших зрителей и подписчиков, описал следующую ситуацию. Многие видят, что везде ссыкуны разнять драку. Много видео в Ютубе насчет того, что если на бабушку будет кто-то нападать, большинство пройдет мимо. Ну и все. Но если... Можно мат буду, стараюсь. Но если какой-то парень знакомится с девушкой в видео, и что она на него изначально, может быть, не очень ведется, иногда ведется, что она не готова сразу прыгнуть к нему в машину и раздвинуть ноги, в кавычках герои лезут из всех щелей, чтобы защитить, опять же, в кавычках, ее от знакомства. Вован, озвучь на видео, что бы ты делал, если какой-то псевдогерой-мудак начнет по морали мешать тебе знакомиться. Парни, если кто-то тоже, кого-то тоже это волнует. Ну, в общем, Тиаго, мы решили с парнями ответить на твой вопрос. Значит, смотри, тема такая. Да, действительно, есть такое явление, которое я называю Д'Артаньян, когда, возможно, у многих, кто уже занимается, практикует такое было, когда ты подходишь, знакомишься с девушкой, она естественно или неестественно не показывает сразу какую-то свою заинтересованность, возможно, не показывает. Никакой заинтересованности, ну, нужно же как-то проявить настойчивость. И общаешься, пытаешься все-таки как-то открыть ее для общения. И в какой-то момент нарисовывается либо какой-то чувак, либо кто-то еще, думающий, наверное, я не знаю, что у этих людей в голове, когда они думают, что я сейчас ее защищу от этого маньяка, и там будет мне счастье, она мне даст телефон и что-нибудь еще в благодарность. То есть, ее человек подходит и начинает говорить, эй, там, еще ты пристаешь к девушке, что-то с ней знакомишься, там, видишь, она не хочет и так далее. У меня таких случаев за мою практику было очень много, у меня и у моих клиентов. Были случаи, когда на нас кидался мужик с травматиком. То есть, он пытался вот что-то из себя изобразить, что мы тут такие плохие, вот, а я сейчас буду защищать девушку от вас, от мудаков. Были случаи, когда просто подходили какие-то парни, да, там, здоровые, нездоровые, разные. Были конфликты, были не конфликты. То есть, ситуация, на самом деле, очень интересная, сложная и неприятная, наверное, да, потому что я не знаю, чем они руководствуются. То есть, человек сам не может подойти познакомиться, потому что у него есть какие-то социальные барьеры, разожимы и прочее, но он решил, что, типа, ни себе, ни людям, наверное. Вот у нас тут сидит Антон, и у него, ну, вот сегодня даже была такая история, мы решили про него вспомнить. Можешь что сказать, Антоха, как бы, что произошло? Правда, в его случае здесь было все не очень критично, до драки не дошло, но, возможно, кто-то узнает, что вот такая ситуация была. Антон, расскажи что-нибудь. Да, всем привет. Ситуация, как и часто, происходит. Последний раз, минут 15 назад это случилось. Тут внизу, на Гуми, на первом этаже, есть такое место, где чистят обувь за 300 рублей приезжем, и вообще всем туристам, кто хочет это сделать, я захожу в магазин, и вот прям, прям при входе эта штука, и сидит молодой человек, и не знаю, как он правильно называется, эта профессия, которая чистят обувь. Сидит одна девочка, которая, собственно, уже чистят обувь, и стоит рядом ее подружка. Та, которая сидела, такая очень симпатичная, милая. Я подхожу, начинаю ненавязчиво с ними общаться, как, привет, спрашиваю о стоимости этого, ну, какую-то социальную, в общем, штуку делаю, потому что чувствую, что сразу паренек, он так напрягся, как-то в этот момент. Вот, после этого, там, мы перекинулись в несколько фраз, и девочки начинают улыбаться, и одна, и вторая. Я чувствую себя достаточно хорошо, и в этот момент, этот парень, который чистит обувь, он говорит, молодой человек, вы не могли бы перестать общаться, вы меня отвлекаете. Смотри, сейчас сразу ремарк, то есть, почему он мог, на мой взгляд, это говорить? Потому что ему самому, там, некомфортно, получается, в этой ситуации, он какой-то лишний, да? То есть, он не может эту ситуацию покинуть физически, но он не может ничего там делать, потому что он там, именно в статусе работника. И второй момент, возможно, потому что он сам решил, там, подкатить яйца, да, и, ну, то есть, вот у меня такие версии, как бы, вот, давайте дослушаем Антон. Вот, дальше я продолжаю с ними общаться, остаюсь в знакомстве, идут еще какие-то фразы, 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 и после этого этот парень начинает что-то уточнять у девушки, там, про крем, про ее обувь, ну, какие-то такие рабочие моменты, и начинает меня перебивать. Я даю ему высказаться, ну, у него там было несколько фраз. Дальше начинаю говорить снова я, общаюсь с ее подружкой, которая не занята, то есть, отхожу в сторону, начинаю общаться с ее подружкой. Тут он никак не реагирует, мы просто с ним болтаем, я дальше возвращаюсь к той, которая сидит на стуле, и что-то он сказал, сейчас какая-то фраза была, вы меня, а, не перебивайте, не перебивайте, он ему сказал, не перебивайте мою речь, то есть, у него такая затяжная, он сказал и думает дальше, чистит и думает над чем-то. Вот такая штука, все, потом они почистили обувь, я с ними дальше пообщался и ушел сюда. Ну, смотри, вот, бывает ли неприятно, я понимаю, что ты там давно практикуешь, и, соответственно, у тебя есть какой-то навык утилизации вот этих вещей, а вообще, ну, как бы, такое, скорее всего, неприятно, да, то есть, когда это было в первый раз, это было неприятно. В первый раз было, знаешь, по-моему, в Евросеть или какой-то магазин от мобильных телефонов, там девушка стояла, начали с ней общаться, и консультант прям начал очень жестко втискиваться в наш разговор, что-то говорить, типа, не нужно познакомиться, молодой человек, выйдите на улицу, сообщайтесь, там есть много девушек, которые не заняты. Люди иногда забывают о том, что они, ну, там, всего лишь персонал, да, то есть, у них есть определенные рамки поведения, все же не нужно знакомиться. Вот, этот вопрос был в том, что с этим делать, когда это происходит. Ребята, действительно, как бы, действуйте при ситуации, но как минимум... Вот я могу, как дополнить. Смотрите, чаще всего, вот, если взять какую-то выборку из всех случаев, которые происходили, наибольшая агрессия случается у людей со стороны, когда это какая-то директивная штука, то есть, ты говоришь, привет, ты мне понравилась, давай с тобой пообщаемся, привет, ты классная, привет, ты Мил, ну, какие-то такие вещи, которые сразу говорят о знакомстве. Если ты делаешь это плавно достаточно, или, может быть, какой-то вопрос, какой-то совет, то люди как-то плавнее, вот, привыкают к тому, что тут вот разговор между меня и знакомыми людьми. Бывает, а когда они уже подходят... То есть, ситуация уже произошла, вот, что делать, когда она уже произошла? То есть, если уже случилось? Да, в твоем мнении. Ну, слушай, смотря, как девушка реагирует. Допустим, ты начал знакомиться социально, она все равно нарисовалась, что это Антоньян, и сказал, типа, что вы делаете, ну, надо, человек, так не принято, да, отстаньте от девушки. Ты что делать в этом случае? Девушка как реагирует? Что? Девушка как реагирует? Да неважно, ну, нейтрально. Она при нем все равно не будет у тебя отсасывать, она будет как-то, ну... Она, скорее всего, примет там его сторону в плане, ну, такую сторону ничего не решающего персонажа, да? То есть, как будет, так будет? Понятно, что... Зачастую такие ситуации происходят как раз тогда, когда девушка изначально не реагирует, прям вот так, ух, привет! А, скорее всего, как-то сухо будет реагировать. Что с этим делать? Значит, первый раз в два, наверное, может, три, я бы обработал его какие-то штуки, сказал бы, что все нормально, мы знакомы, мы общаемся, мы общаемся, да. Слушай, все хорошо, ну, вот такие какие-то вещи, которые никак не указывают, там, на его место, на его статус и все такое. Даже нет, он может не обязательно быть охранником, да, он может быть каким-то прохожим чуваком, там, скажем, и кем-то еще. У меня просто была такая ситуация в клубе. Поставили две девушки, я с ним пообщался, немножко так начну. Две девушки, я с ним пообщался, я оставил коктейль, бы, посторожил. Ушел куда-то, что-то забыл про девчонок этих, потом уже конец вечера, что-то ничего не получается. Смотрю, он носит с каким-то парнем. Я, то есть, такой, думаю, на, то есть, я не знаю, парень, не парень, кто он ее. Я начинаю к тебе прыгаю, слушай, где мой коктейль? Она там, вот, ты куда-то пропал и так далее. Я говорю, слушай, ну, пойдем пообщаемся прямо, соседняя история. А этот парень стоит, такой вообще вахнует, что делать? Он говорит, не пущу, он вот носит, он такой ногу поставил, не пущу. Я говорю, а почему? Я хороший, эта фраза меня вообще убила. Я хороший. А ты, сука, плохой. Да, я говорю, ты ее парень? Нет. Я говорю, может, давай у девушки спросим? Я говорю, ты согласна пойти? Это стремный ход на самом деле. Ну, ладно, это то, что родилось у тебя в тот момент. Да, в тот момент родилось, да. Она, то есть, так вижу по ней, она никак не может. Что же я сделаю? Это очень сложная ситуация. Чем закончилась? Закончилась в том, что я вывел, а она, то есть, мне такое лицо сразу сделалось, мне понравилось, она сказала в конце фразы, куда хотя бы тебя в контакт добавили, что ли. Вот, ну, в общем, я с ним шёл себе. Там, что ты варить здесь, да, решение на девушку, это, в принципе, это больше. Ну, да, вообще, там, голову и снесло. Стас действительно сложный, потому что вот ей пойти с тобой, да, допустим, ты понравился больше, чем тот чувак, то есть ей пойти с тобой, это вот показаться доступным в лице этого чувака, там, в глаза. Быстро не пойти тоже, и вот там очень много заинтересований. Ну, да, я с ней общественно сказал, он вообще нужен чувак. Скорее, чтобы я вам посоветовал вообще, то есть изначально вы вежливо объясняете человеку, так обрамну, не то, что вы полностью переключаетесь на него, то есть ты знаешь, общаешься с девушкой, подошёл какой-то, ну, какой-то хуй, я не могу другими словами у нас, какой-то кекс, да, там, не знаю, рулет, маффин, какой-то маффин, маффин, макмаффин, вот, я бы продолжал общаться с девушкой, параллельно какими-то фразами, спокойными, вежелими давал понять, что мы общаемся, так что я уходить не собираюсь, то есть как бы давай, вот, какой, без грубости, без хамства и так далее, давай оставимся как есть человек, иди, иди, вот, и, ну, если уже какой-то конфликт с его стороны, надо быть готовым, потому что будет конфликт, потому что ты, в данном случае, ощущаешь свою правоту, что ты ничего такого не делал, ну, тут уже смотри сам, экологичность какую-то для себя, определи в этом, есть она или нет, потому что может быть конфликт с ним, ты с ним дерешься, я не знаю, душите друг друга там, в клинче, а девушка просто взяла и ушла, и получается, зачем все это было, но изначально вежливо, потом можно уже как-то поставить на место, сказать, мужик, как бы, я, как бы, когда ты пригодишься, я тебя позову, да, там, мы тебя пригласим, но бывают ситуации, когда ты ничего с кем не сделаешь, то есть могу тебе посочувствовать, Тиаго, что эта хрень с тобой произошла, и могу сказать, что у нас такое было тоже, могу сказать, что надо действовать от ситуации, но, явно, чего делать не нужно, да, это не нужно говорить, а, все, окей, извините, да, и девушка, извините, и молодой человек, извините, и тетя Маша, которая сейчас моет, вон там пол, извините, пожалуйста, да, вот там джамшут, короче, который сейчас делит стену, извините, извините, что я родился, пойду убьюсь об стену, то есть такого делать не надо, ну, как-то так, не знаю, то есть есть что-то сказать, ребят, потому что я еще хотел сказать важную новость про вебинар, фактически, эта ситуация была интересная, почему мы разбирали ее сейчас, потому что она интересная, нестандартная, очень часто люди пишут какую-нибудь ересь, там, да, там, что сказать при знакомстве, как то, как это, ребят, ну, такие вопросы отвечать неинтересно, пишите какие-то ситуации, связанные с отношениями, еще с каким-то уже более продвинутыми уровнями ваше общение с девушками, и, как бы, для вас еще раз хорошая новость, 24, хочу сказать декабря, 24 апреля, 20.00 по Москве, состоится бесплатный, сейчас 30 раз, подчеркиваю это, для тех, кто сейчас, ааа, сейчас что-то будет, бесплатный вебинар, на тему вопрос-ответ, то есть, аналогичные, или какие-то другие интересные вопросы, вы будете задавать в прямом эфире, то есть, это тот же вопрос-ответ, но вы можете в прямом эфире, задать в чате свой вопрос, который вас интересует, может быть, повторить его несколько раз, если я его пропускаю, и я на него отвечу вам в прямом эфире, 24 апреля, 20.00 по Москве, бесплатный вебинар, для того, чтобы на него попасть, кликай на ссылку под этим видео, заполняй свою электронную почту, и мы вышли к тебе приглашение, в воскресенье ты получишь ссылку, и, соответственно, будешь участвовать, будет очень интересно, ребят, вебинар будет длиться 2 часа, то есть, с 8 до 10 по Москве, будем разбирать ваши интересные ситуации, может быть, не очень интересные, все, увидимся 24-го, пока, счастливо! Если тебе понравилось это видео, ты можешь меня отблагодарить, поставив лайк, и обязательно подпишись на канал, чтобы посмотреть мои видео первым, не забудь посмотреть предыдущие выпуски, увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok